Здравствуйте, друзья! Компания Алям, Центр юридической защиты, Кузнецов Дмитрий. Давайте послушаем, как наш представитель, скажем так, сектора юмора, разговаривает с сотрудником Альфа-банка. Кто давно на нашем канале знает, это Герпес Адольфович. Кто еще не на канале, подписывайтесь. У нас очень много таких веселых роликов. Ну и серьезных в том числе. Ставьте лайки, комментарии, пожалуйста, пишите. Кому нужна юридическая защита, вся информация в описании ролика. Ссылочка на сайт, на сайте есть видео. Посмотрите видео, как устроена работа наших специалистов. И прекращайте беспредел в вашу сторону в документальном формате. Освобождайтесь от всех своих долгов. Ну а мы, друзья, давайте посмотрим, как все-таки можно с юмором относиться к долгам. Итак, Герпес Адольфович и сотрудник Альфа-банка. Поехали! Герпес Адольфович и сотрудник Альфа-банка. А, а то мне показалось, что Центробанка. Думаю, вот это да, вот это честь. Слышаю вас, да. Ничего не происходит? Боже упаси, что должно происходить? В вашем тоне слышат какие-то фатальные нотки. Что должно происходить у человека такого? Ничего. Да, у вас именно происходит по оплате. А, ничего, как вы видите, ничего не происходит. Я не смогу вам помочь. Вы работаете? А это какое отношение имеет к тому, что происходит, точнее, не происходит? Ну вот у нас есть такая информация, что у вас потеря точника дохода, да, в декабре? Так сейчас выходные, о какой работе может идти речь? Ну хорошо, есть у вас информация, и, допустим, она верная. Что дальше? Какой выход сейчас вы видите в вашей ситуации? Да я как бы не рассматриваю варианты выхода никакие. Пока что. Вы знаете, судебного процесса. Вот, видите, хорошо, барышня. То есть комментарии у вас корректные. То есть там написано, да, что все вопросы в суде вы, если хотите, можете мне задать. Кирилл Владимирович, ну вы должны понимать, да, что давно здесь с нашим клиентом, да, и не хотелось бы делать до судебного процесса. Кому не хотелось бы, ну я-то хочу, вот, отнеситесь к своему клиенту с уважением. Клиент вам завиляет. Итак, я хочу ищить все вопросы с вами в суде. Еще раз посмотрю, я ваш клиент. Вы меняете условие договора в одностороннем порядке. Да, это мой счет в сторону банка. Если совсем глубоко, да, вот это, да, 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 да. Если уж на то пошло, слово односторонний порядок здесь неуместно. Дело в том, что против меня, в том числе и банком, вот этим доблестным Альфа, ведется такая, знаете, прям, ну не только против меня, а против всего простого населения Российской Федерации, ведется диверсия такая, знаете, уничтожение населения. И я, скорее всего, не в одностороннем порядке, а в ответных действиях заявляю о своем решении прекратить все отношения с банком, так как даже договор, подсунутый мне банком... А, подождите, по карте, у меня даже по карте договора-то нет, вы его не удосужились предоставить мне. Так вот, если у вас есть амбиции, если... Нет, нет у меня договора с росписью двух сторон и человека, который имеет право ставить подпись под договором, нет у меня его. У меня есть печать банка и какая-то закорюка, не похожая на автограф абсолютно. Вот. Так вот, если у вас есть какие-то вопросы, претензии, я как клиент, как вы сказали, и если уж вы серьезная структура, вы должны уважать мнение клиента. Хочу, чтобы все эти вопросы вы мне задавали только в судебном заседании. В данном случае вы отказываетесь от оплаты. Я, по-моему, ясно выразился. Да, да, не надо меня пугать этими фразами. Если вы думаете, что эта фраза должна каким-то образом меня на задницу посадить, я вам заявляю, смотрите, да, слышите, там под запись, да, я отказываюсь выполнять условия договора, которые не соответствуют действующему законодательству. Да, я отказываюсь вносить оплату. На основании статьи 29-го федерального закона о защите прав потребителей я отказываюсь это делать. У меня есть на это право, потому что услуга оказана мне некорректно. Здесь в 2013 году пробовали данные услуги, да? Да, да, да. Понимаете, у договора нет какого-то такого фиксированного, то есть подписал и все, почку продай. Договор можно оспорить в любом периоде действия этого договора. И человек имеет возможность, понимаете, повышать свою юридическую грамотность. Опять же, на любом периоде взаимодействия с оппонентом. Так вот, это случилось. Я немножечко, совершенно немножечко посмотрел, изучил и, извините за выражение, обалдел. Считайте, что то, что вы уже успели получить от меня. В чем вы именно не согласны? Я не согласен с тем, что у меня нет договора соответствующего действующему законодательству. Вот и все. Я не понимал, я вам уже это... А вы воспользовались тем, что ваш клиент юридически некомпетентен, неграмотен. Вы совершили неблагородный поступок в отношении клиента. Подсунули мне фантик, который я был вынужден подписать, потому что я нуждался в тот момент в деньгах. Но вы, банкиры, не оцениваете деньги так, как мы простые люди. Для вас они не имеют никакой ценности. Не буквально для вас, барышня, потому что вы тоже работаете за жалкую зарплату. Так как большинство граждан... Мы не будем, да? Нет, я же просто, чтобы вы не принимали на свой счет эти упреки. Я просто говорю так, чтобы быть максимально галантным. То есть статус джентльмена не терять. Понятно. Я вашу информацию зафиксирую, что вы даете судебное решение. Да, пускай, если у банка есть какие-то вопросы ко мне, будьте любезны. Соберитесь силами и подайте на меня в суд. А я буду совершенно отчетливо вам заявляю в суде бороться за свои права. Вероятнее всего, я не заплачу вам ни копейки. Это для меня очень выгодно, так как у меня есть уже теперь юридическая компетенция. И есть очень хорошие помощники в лице компании «Алям». Вы, наверное, слышали. Один из крупнейших юридических операторов на территории России. Мне посоветовал очень хороший друг, который получил результаты. Очень хорошие, благородные. У нас очень много псевдофинансовых организаций. Я бы ни в жизни не обратился ни к кому просто так. А вы тоже работаете в псевдофинансовой организации, не имеющей ни копейки российского капитала. Про «Альфа-банк» очень много известно. Как они дают в странах Европы людям кредиты под 2% иностранцам. Офисы находятся и в Польше. Я вот недавно приехал из Сербии. Я даже был в Таиланде и видел рекламу «Альфа-банка». Вот вы говорите, ездите за границу, да? Да, да. И вы мне сейчас скажете, что я не смогу съездить за границу, да? Конечно. Ограничение выезда за границу со стороны судебного пристава – это разыскная мера. Ни в коем случае не санкционная. То есть это не наказание. Если гражданин не скрывается от судебного пристава, ему делать нечего, как оформлять новые бумажки. Я был. У меня не только в «Альфа-банке». Вопрос не закрыт. У меня еще есть и в «Русском стандарте», и в «Сбербанке». Да. Понимаете? И еще кое-где, где у вас нет информации. И уже мне доблестная компания «Алям» привела, знаете, это называется, создать условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. А я еще подозреваю, как мне сказали юристы мои, вот они сказали, что «Альфа-банк» редко в суд подает на граждан, которые соображают. А мы уже написали письма в банк. Видите, вы даже не знаете, что письма в банк отправлены. У нас тут нет такой информации. Да у вас и не будет. У сотрудников колл-центра такой информации нет, потому что мы отправляем это в головной офис на имя председателя правления банка. У нас есть информация. Мы не из колл-центра звоним. Откуда? В управление правой справленной заведения. Это колл-центр, тот же самый колл-центр. Вы же не можете ничего решать. Ваша задача уведомить, сообщить о возможных последствиях и все, правильно? Не воспитайте. Давайте не будем. А какие же у вас еще полномочия? Как это я ошибаюсь? Ну скажите, в чем я ошибаюсь? Какие у вас еще пари, что есть возможность уполномочия? Ну и все. Ну то есть получить информацию и передать. А больше полномочий. Это инструкции, вы не путайте. Это не полномочия. Это не полномочия. Это простые инструкции должностные. Вот и все, и не больше. Я вам тоже выложил информацию, которую я в принципе расцениваю как максимально объективной, актуальной и корректной. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Кушайте, как говорят, только не обляпайтесь. До свидания. До свидания. Ну вот так, друзья, спокойно, без эмоций. А Герпес Адольфович вывернул наружу всю вот эту огневую сущность банковской системы. Ну и всю не всю, но знаете, предъявил обществу, как говорится. Что характерно, я почувствовал, что вот эта девчуля сама немного была обескуражена, поняв, что у нее нет никаких полномочий, кроме инструкции. До этого момента она почему-то наверняка была уверена, что она может что-то предпринять, как-то влиять на судьбу того, кому она звонит. Ну да, в том лишь только случае, если тот, кому она звонит, боится и воспринимает ее как голос с небес. Миссию какую-то и истину в последней инстанции. Ну, друзья мои, не надо так унижаться перед ним. Видео на сайте вы наверняка посмотрите. И кому нужна юридическая защита, компания ЛЯМ. Ну и с удовольствием готовы с вами поработать. Посмотрите в правом верхнем углу. Для вашего удобства сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Ну, подписываемся, ставим лайки, комментарии. И кто слышал уже этот ролик, напомню, этот ролик из-за кромов, что называется. Просто достаточно интересный, на мой взгляд, уже, скажем, захотелось, чтобы новые подписчики его послушали. Ну, а я вам желаю всего самого хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания ЛЯМ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok